Сброс сточных производственных вод у нас исключен в принципе. Вся вода будет собираться, в том числе и ливневая, будет очищаться и возвращаться в технологические схемы, технологические обороты. Тема завода в Камбарке остается одной из самых обсуждаемых. Как было сказано на встрече с представителями предприятий и организаций Нефтекамска, волнения связаны с недостаточным информированием жителей. Подобные собрания должны восполнить этот пробел. Одно из основных переживаний касается экологической безопасности. Руководитель проектного офиса Росрау подчеркнул, что эта тема стоит во главе угла. Мы исключили в физико-химических реагентных методах очистки высокую температуру. Мы исключили высокое давление. Все реакции проходят при комнатных температурах и атмосферном давлении. Очистка газов при термообработке. Постоянный мониторинг и вывод всех параметров в онлайн на сайты наших ПТК будет нами осуществлен. То есть будет общественный контроль на высоком уровне. Были выбраны технологии, которые позволяют обрабатывать более 350 видов отходов первого и второго классов. Это физико-химический метод переработки, переработка ртуть содержащих отходов и термическое обезвреживание, в том числе органических отходов, которые будут поступать с предприятий Башкирии и Удмуртии. Физико-химический метод автором является Менделеевский институт, московский. Это научный центр, передовой на сегодняшний момент. Его технологии реализованы практически по всей стране, но еще ни разу не были собраны все в одном месте для переработки такого большого количества видов отходов. Термическое обезвреживание мы рассматривали опыт, начиная от Южной Кореи, заканчивая Соединенными Штатами и выбрали в конце концов европейского производителя, который вобрал в себя все современные решения. Ртуть содержащие отходы, нами были рассмотрены, опять же, большое количество технологий и авторов. Было выбрано шведское производственное объединение, которое сейчас является лидером в мире переработки РСО. Будет только переработка, извлечение ценных компонентов из отходов, захоронения не будет. Также на презентации технологий БТК в Камбарке развеяли слухи о захоронении и переработке на территории перепрофилированного завода радиоактивных отходов и оружия. Радиоактивных отходов у нас не будет. У нас технологии не предназначены для обработки, переработки, хранения и операции с радиоактивными отходами. У нас не будет захоронений, мы не будем принимать радиоактивные отходы. Больше того, у нас будет входной контроль на предприятии. Какой-то завод везет грузовик со своим отходом. Первого ли класса, второго ли класса, это зависит от тары и обработки. Как только он попадает к нам на обед, мы уже начинаем мониторить его первым делом на радиацию. Нет радиации, проезжает дальше. Отбираем пробу, сверяем с паспортом отхода. Если у него написано, что это хромсодержащий отход, мы там находим еще и ртуть, мы начинаем с ним переговор. Либо он исправляется и больше так никогда не делает, либо он будет наказан. После подробной презентации у присутствующих была возможность задать свои вопросы. Людей интересовала экологическая безопасность и какие средства планируется потратить на заявленные высокие технологии. Представители Росрау заявили, что помимо федеральных средств на перепрофилирование, корпорация будет выделять собственные для обеспечения создания безопасных технологий и функционирования завода. Марина Медвинская, Азат Давлетшин. Время новостей.